Актуальный микрофон. Аналитичная программа. Начальник управления по координации деятельности сферы обыходжения с другостными материальными ресурсами. Оператора другостных материальных ресурсов Анатолий Шагун. Я нагадаю, что до нашего эфира доучаетесь и вы. 284-87-53. 284-87-53. Это номер, на который мы принимаем ваши вопросы. За уваги. Так само пишите нам. 1062. Это наш смс-сервис. Анатолий Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Порожаные рады и слухачи. Вот у нас отходов вообще сколько действительно собирается. Есть отходы производственные, правильно? Есть коммунальные. Есть отходы жизнедеятельности человека, то есть тот мусор, который мы выбрасываем. Если все это вместе собрать, то получится насколько большая-большая свалка мусора. То в целом, конечно, в стране у нас образуется всех видов отходов порядка 40 миллионов тонн. В год. Из них коммунальные, это то, что образуем мы с вами отходы жизнедеятельности. Это то, что образуется в соцсфере, на производстве, именно бытовом плане, в торговле. Объем этих отходов в год составляет где-то 3,6-3,8 миллиона тонн. Тоже достаточно большая цифра. Если вот подсчитать вот все эти отходы и учитывая те современные технологии переработки, которые существуют в мире, если бы мы научились их использовать сегодня, то сколько можно было бы заработать? Вопрос здесь, конечно, достаточно интересный. Вопрос здесь, в каком плане? Далеко не на всех видах отходов возможно заработать, чтобы мы с вами понимали. Есть то, что востребовано перерабатывающей промышленностью, например, отходы бумаги, отходы стекла, отходы полимеров. Работа с которыми приносит конкретную прибыль и заготовителям, и сборщикам, и самим предприятиям-переработчикам. Есть же достаточно большое количество отходов, которые сами себя окупить не могут. То есть по ним необходимы дополнительные механизмы финансирования того, чтобы отходы не загрязняли окружающую среду, чтобы нашим детям не досталась зараженная почва, вода и воздух. Поэтому уровень использования отходов и отходов производства, и коммунальных отходов, он в разных странах разный. И причина здесь во многом лежит именно в уровне социально-экономического развития и готовности общества к тому, что охрана природы это приоритетное направление, что даже если за это надо дополнительно платить, люди готовы платить. Потому что это будущее твое и твоих детей, твоих внуков. Но для этого необходимы инвестиции. Да, конечно. Любая переработка отходов требует первоначальных вложений. Ну а вот если посмотреть, какой процент перерабатывается сегодня и какая задача поставлена на будущее? Вот если подводить итоги 2016 года, то грубо собрано в стране 600 тысяч тонн вторичных материальных ресурсов. Чуть меньше, 599 с половиной. Что это такое? Основу их составляет больше половины. Это отходы бумаги и картона. Все перерабатываются у нас на территории страны. Часть поставляется на экспорт. Это порядка 170 тысяч тонн отходов стекла. Тоже закрывается потребность белорусских перерабатывающих предприятий. И вывозятся они сегодня, экспортируются. Это порядка 65 тысяч тонн отходов пластмассы, 45 тысяч тонн отходов шин. Ну а остальное это уже, так сказать, по мелочи разные другие виды отходов. Все это от объема коммунальных отходов составляет почти 16%. Много это или мало, ну в общем-то такие достаточно развитые европейские страны, этот показатель, именно возврат ВМР в оборот, повторное использование доводит до 25-30%. То есть мы где-то здесь пока на половине пути. Да, мы может быть впереди всех стран СНГ. У наших соседей эти показатели пока ниже. Но мы знаем, что резервы есть. То есть здесь есть что увеличивать. О да, по поводу других стран СНГ, это действительно была информация, что Беларусь лидирует по многим показателям, например, по раздельному сбору мусора, опережаем другие страны. Да, это есть, конечно, потому что темой раздельного сбора начали заниматься примерно 10, ну даже можно сказать 15 лет назад. Большой такой толчок в модернизации общей системы обращения с отходами дало объявление года наведения порядка и благоустройства. Вот именно с этого момента в стране произошли достаточно серьезные изменения и в отношении к отходам, и в обращении с отходами, во внедрении новых технологий строительства предприятий по переработке и сортировке коммунальных отходов. Ну вот по раздельному сбору, да, вот мы практически приближаемся даже к уровню, например, Финляндии, да, или Испании. Но в то же время есть страны, которые далеко впереди. Вот есть государства, где, ну просто невозможно по-иному выбрасывать мусор. Он должен быть только в определенных пакетах, только разобранный еще дома, и люди заплатят штраф, если они этого не будут делать. Да, законодательство экологическое в части обращения с отходами, конечно, например, в Европейском Союзе регламентируется общими директивами ЕС. Но тем не менее, в разных странах они интерпретированы по-разному. Есть страны скандинавские, та же Германия, Швейцария, где уровень использования отходов превышает 90%. Но чтобы мы понимали, что достигается это не только за счет раздельного сбора и извлечения ВМР. Это достигается за счет того, что часть отходов используется для получения тепловой и электрической энергии, то есть сжигается различными способами. Часть отходов, особенно их органическая часть, используется для, ну скажем так, зеленого строительства. То есть оно компостируется, оно обеззараживается и возвращается в окружающую среду в безопасном виде для того, чтобы улучшить либо плодородие почв, что не очень часто бывает, а в большей части это именно рекультивация всяких нарушенных территорий. Давайте мы напомним, что сегодня на студии представитель оператора вторичных материальных ресурсов Анатолий Шагун, телефоны и номер для СМС. Я напомню, телефон 284-87-53, 284-87-53. Звоните, задавайте вопросы или может делитесь какими-то своими наблюдениями по раздельному сбору мусора. Ну не только мусор, да, вообще как мы бережем природу, вот готовы ли мы, скажем, приложить какие-то дополнительные усилия для этого, потому что действительно нужны и желания, нужны и средства. Вот, кстати, у нас ведь принята национальная стратегия до 35-го года, если не ошибаюсь, по обращению с отходами. Правительство в этом году приняло национальную стратегию обращения с коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на период до 35-го года. Задачи в этой стратегии определены достаточно амбициозные для нашей страны. Мы должны уже в 2020 году выйти на уровень использования 25% сегодняшних, 16% подняться, а в 2035 году использовать не менее 50% коммунальных отходов от объема их образования. Задача сложная, еще раз повторюсь, для того, чтобы ее решить, предусмотрены целый ряд таких новых для Беларуси направлений, которые пока в обращении с отходами не используются, но будут внедряться в будущем. Например? Например, могу привести тут таких три основных направления. Первое – это планируется ввести в стране депозитную или залоговую систему обращения с потребительской тарой. Чтобы более понятно было нашим слушателям, что это такое. Кто жил в советское время, тем понятно. Да, кто жил в советское время, тот помнит, что бутылку, покупая в магазине, например, молоко или напиток, оставлялся залог в размере 10, 12 или 18, 20 копеек за бутылку. Сдавая ее в приемный пункт, этот залог человек получал назад. Сегодня такая система действует более чем в 10 странах Европейского Союза. Действует очень успешно, она эффективно позволяет собирать более 80% тары назад, что очень хороший показатель. И, конечно, сегодня она организована на другом технологическом уровне. Это не приемные пункты в виде отдельно стоящих зданий, где то тары нет, то денег нет, то еще чего-то нет. Вот, это автоматы, которые принимают тару и выдают людям либо деньги, либо чек, который можно использовать в магазине. Это, ну, научно-технический прогресс шагнул далеко, что позволяет сделать вот эту всю систему удобной для потребителя. Исключить вот те негативные моменты, которые, ну, встречались когда-то в Советском Союзе при приеме в возвратный тар. Вот, например, в Болгарии я не думаю, что там есть такая депозитная система, потому что видел сам просто огромные поля территории, которые просто вот загажены этими пластиковыми бутылками использованными. Если их никто не собирает, значит, нету этой депозитной системы. А вот в Литве, например, поехали минчане в Литву, взяли с собой в поезд бутылку минеральной воды. Приехали в Вильнюс, а вот перед тем, как выбросить, увидели автомат. Бросаешь туда эту пустую бутылку, привезенную уже из Минска, и тебе монетка 10 центов. Уже не хочется ее выбрасывать в мусорку. Да, даже если человек ее выбросил, все равно найдется тот, кто ее из мусорки достанет, найдет где-то там, если она валяется даже на улице, и все равно уберет, сдаст, система будет работать. Дмитрий, я с вами согласен. Конечно, это с точки зрения охраны окружающей среды, особенно сбора пластиковой тары, которая, это проблема для всего мира сбора пластиковой тары, именно депозитная система позволяет ее решить в наибольшем таком, с наибольшей эффективностью, в наибольшем объеме против всех других применяемых сегодня систем. И опыт Литвы действительно показал, что за один год уровень сбора тары превысил 70%, даже приблизился где-то к 75%, при том, что Литва, ну это очень страна, похожая на Беларусь, и по плотности населения, и где-то по менталитету. То есть нам есть с кого взять пример сегодня. То есть эта система, конечно, ее внедрение сейчас пока обсуждается. Да, я вот надеюсь, что мы со слушателем сегодня ее обсудим, насколько это удобно и правильно. Но другого выхода, наверное, нету, потому что такого количества пустых бутылок, ну, если их будет еще больше, то можно представить, какая это будет проблема экологическая для страны. Да, особенно, еще раз повторюсь, это касается пластика. Это реальная проблема сегодня не только Беларуси, проблема всех стран и развитых, и развивающихся. И регулярно в интернете можно видеть и сообщения, и видеоматериалы о буквально островах пластика, которые сегодня уже плавают в Мировом океане, загрязняют природу, вредят окружающей среде. И вклад каждого человека, конечно, здесь должно быть ответственное отношение. Поэтому такая система сбора, она, ну, приемлема, она должна была бы, наверное, у нас быть внедрена. И правильно, что в национальной стратегии этому уделен отдельный раздел. Но из других направлений использования отходов, которые приведены в национальной стратегии, это вопросы, например, энергетического использования отходов. Имеется достаточно большой мировой опыт по безопасному использованию отходов для получения тепла и лекции энергии. Это либо через производство топлива из отходов, либо через сжигание отходов просто на мусоросжигательных заводах. Ну вот мир, получается, идет вперед, и нам, чтобы далеко от передовых стран не отставать, надо действительно принимать какие-то решения. Но ведь это не просто вот принял стратегию, это нужны какие-то деньги. Потому что, ну вот депозитная система, а кто будет принимать эти использованные бутылки? Это будут люди в приемных пунктах или автоматы, которые тоже стоят достаточных денег? Это, ну вот, пример только по залоговой системе. Вообще планируется, что на реализацию стратегии миллиард двести миллионов евро необходимо. Это не только государственные деньги. И вот по поводу еще бутылок, да, депозитная система. Если их принимают, значит, они потом должны быть повторно использованы, да? А у нас возможно ли повторное использование такой тары, с учетом того, что у нас было построено много заводов, которые производят пластиковую тару? Конечно. Конечно. Вот отвечая, Ольга, на ваш вопрос, то, что будет собираться депозитной системой, должно использоваться. Другого варианта нет. Это не может уехать на захоронение на полигон, это будет возвращено в хозяйственный оборот. Если брать мощности по переработке пластмасс, той же подбутылки, то, в принципе, сегодня Беларусь ими, можно сказать, обеспечена. То есть мы можем покрыть переработку своих бутылок, образующихся на нашей территории. Возможно, нам потребуется в этом случае с увеличением объемов сбора увеличивать глубину переработки. Не просто производить флексу, но и какие-то продукты из этой флекса, увеличивать объемы производства этих продуктов. Здесь, конечно, основную роль сыграет экономика. По стеклу проблемы сегодня практически нет. Белорусские все стекольные предприятия способны переработать стеклобой. Более того, у нас его даже образуется больше, чем предприятия выпускают продукции, больше, чем им надо. Поэтому часть поставляется на экспорт. Что касается, например, банки алюминиевой, она пока не очень распространена у нас в Таре, в отличие от европейских стран. Но тоже цветной металл не пропадет. Здесь можно не волноваться. Что касается инвестиций. Этот 1,2 миллиарда евро, которые указаны в национальной стратегии, это все инвестиционные затраты на период до 1935 года. Как и на создание, так и на поддержание системы. Цифра достаточно большая. И только за счет внутренних источников, наверное, обеспечить такое финансирование сложно. Поэтому в национальной стратегии обращения с отходами и ВМРами порядка 35% объема инвестиций предполагается привлечь иностранных. В первую очередь это туда, где у Республики Беларусь нет собственного опыта. В частности, например, в депозитную систему и в предприятия по сжиганию отходов. Вот когда мы говорили о том, как использовать отходы, в частности, пластиковые бутылки, вот, например, пакеты майки, вот, этих ведь пакетов полиэтиленовых, сколько их ежедневно в каждом магазине раздается бесплатно или продается. Понятно, что их невозможно, их нельзя сжигать. Это, ну, фактически путь в никуда, это отравление атмосферы. И невозможно их захоронить, потому что они очень долго будут разлагаться. Многие-многие годы. Что придумали? В Гродно у нас ведь есть завод, да, по утилизации отходов. Там из тех же этих пакетов делают тротуарную плитку. Оказывается, она, получается, очень прочная. И вообще они там могут множество, там более ста видов различной продукции из этих отходов производить, но пока вот производят то, что те виды, которые освоили. Оказывается, можно работать. Да, да, конечно, Дмитрий, здесь, наверное, одними из первых, кто начал использовать загрязненные полимеры для производства вот такой продукции, это и плитки, и канализационные люки, и ряд других таких малых форм для благоустройства. Это, наверное, Гомельский мусороперерабатывающий завод. На его базе такое производство уже существует порядка десяти лет. Ну и вы действительно затронули важную тему, которая касается вопросов предотвращения образования отходов. Мы говорим о том, как мы будем использовать то, что образовалось, но ведь очень важно предотвратить образование. На этот вопрос мы найдем ответ минут через десять после небольшого перерыва. Напомню, что представитель оператора вторичных материальных ресурсов Анатолий Шагун сегодня в студии, он ждет вопросов по телефону. Анатолий Васильевич, вот сегодня и завтра в Минске проходит республиканский семинар по жилищно-коммунальному хозяйству. Проводился опрос накануне, оказалось, что 60% населения удовлетворены работой организации ЖКХ, а вот доля негативных оценок 18%. Меньше, чем раньше, но, тем не менее, замечаний этих много. И вот во время этого семинара сейчас проходит и телефонная линия, и участников, и граждан также призывают высказывать свои предложения, как сделать работу ЖКХ более эффективной. Ведь вывоз мусора – это тоже коммунальная услуга, правильно? Да, конечно. Как сделать ее более цивилизованной? Конечно, для того, чтобы вывоз мусора был более цивилизованным, необходимо, я бы сказал так, два, две таких основных составляющих. Первое, что организации, которые этим занимаются, должны создать для людей хорошие условия. То есть контейнеры должны быть на контейнерных площадках установлены, контейнеры для раздельного сбора должны быть в достаточном количестве. Они должны быть для людей, должны стоять так, чтобы людям было удобно, идя на работу, либо выбрасывая смешанный мусор, туда в то же место вынести и бутылки, макулатуру, какие-то другие вторичные материальные ресурсы. Это первый момент. И второй момент, для того, чтобы эта услуга была цивилизованной, конечно, важно, чтобы общество, чтобы мы с вами, чтобы все люди понимали, что это нормальное такое цивилизованное обращение с отходами, это точно так же, как каждый день вставать умываться, чистить зубы, вот, стирать свою одежду и так далее. То есть для успеха нужно, чтобы все стороны, и организации ЖКХ в данном случае, и мы с вами, граждане, подходили ответственно к этой проблеме и старались сделать так, чтобы окружающая среда не пострадала от нашей жизнедеятельности. И вот еще из новостей дня министр экономики Владимир Зиновский сегодня открывал научную конференцию, посвященную вопросам социально-экономического развития. И он рассказал, что вот в ближайшие пять лет Беларусь планирует реализовать более 80 крупных инвест-проектов на 30 миллиардов долларов. Вот среди этих миллиардов найдутся, как вы считаете, деньги на то, чтобы решать вопросы сбора отходов и переработки? Конечно. Конечно, потому что такие вот те же проекты, как депозитная залоговая система или мусоросжигательный завод, это крупные инвестиционные проекты. Они привлекательны для инвесторов или нет? Они могут стать привлекательными для инвесторов, есть для этого потенциал. Здесь вопрос в основном, конечно, это на каких условиях инвестор придет в Беларусь. Наша задача создать ему максимально комфортные, благоприятные, понятные условия с гарантиями. Ну и задача инвестора это вести бизнес тоже цивилизованно. И перейдем к вопросам. Оля, о чем нас спрашивали слушатели? Вот в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства работает прямая линия, там принимаются предложения. Вот наши слушатели тоже с такими предложениями. Вот, допустим, звонит нам дачник и спрашивает, сейчас все меняют теплицы, раньше теплицы были стеклянными. И вот там получаются сотни килограмм стекла оконного, который раньше стоял. Никто их не принимает. Вот спрашивают, почему? Никуда такое стекло сдать невозможно. Проблема использования оконного стекла, да, существует. Потому что оно не, в отличие, допустим, от тарного стекла, которое может и до 70, и до 80% использоваться в бутылке повторно, то оконное имеет свои требования к качеству. И далеко не все, не весь объем старого оконного стекла может быть использован при производстве нового. Но, тем не менее, в Беларуси система работы с оконным стеклом тоже выстраивается. Сегодня во главе, можно сказать, находится такая организация, как Белоресурсы, холдинг, имеющий стеклосатировочный завод в Минске, в Калядичах, которые сегодня вопросами в том числе берут на переработку, на сатировку и оконное стекло. Так что, думаю, что проблема эта с течением времени будет решена. Здесь есть перспектива ее решения. Еще один вопрос касательно бытовой техники, что, допустим, вот есть дома, в которых идет капитальный ремонт, и там заменяется вся техника. Наши слушатели просят как-то учитывать при планировке служб, которые вывозят Музыр, вот этот вот график, потому что слишком много бытовой техники скапливается на одной площадке и идет загромождение. И вообще, вот вопрос о утилизации бытовой техники тоже интересует. По бытовой технике у нас система сбора, конечно, активно развивается. Началась эта система развиваться буквально несколько лет назад, с момента, наверное, когда появился оператор вторичных материальных ресурсов. Сегодня есть ряд организаций, которые бесплатно готовы выехать к гражданам и взять у них эту бытовую технику. Причем вот я опробировала на себе, это за день вопрос решается. Да, да, тоже могу сказать, что эксперимент ставил, никаких проблем не возникло. Вот есть, будет организована и развивается сегодня такая работа, как прием бытовой техники за деньги у населения в приемных пунктах. Это тоже должно стимулировать людей, не оставлять технику возле подъезда или на контейнерной площадке, а постараться ее доставить туда, где с ней правильно обойдутся. Вот по поводу стимулов. В былые времена мы помним, что у нас неплохо работала система сбора отходов для последующей переработки. И были действительно какие-то стимулы. Например, если сдаешь там бутылку от лимонада, вот получишь 20 копеек за нее. Если макулатуру сдал, значит там дефицитные, помните, книги можно было затем приобретать. Если металлолом, то это было в форме соревнования. Но сейчас, конечно, того металлолома не найдешь на улицах просто так. У нас даже разбирают и воруют какие-то металлические изделия. Да, к сожалению, так. Но если о стимулах, то что еще можно такое придумать, чтобы людям это не просто было, но, знаете, так, вклад в борьбу с загрязнением окружающей среды, но может быть и копеечка. Конечно, то, что было опробовано годами и сегодня работает. Это приемные пункты вторичного сырья, где и за макулатуру, и за стекло, и за полимеры ты можешь получить конкретные деньги в зависимости от того, сколько килограммов принес. И часть населения этими пунктами активно пользуется. Второй момент – это сама система раздельного сбора. Она вроде бы, конечно, как для человека бесплатная. То есть она строится на моменте, что мы ответственные люди, мы понимаем, что отходы надо сортировать, мы их размещаем в контейнеры для раздельного сбора, и нам за это никакой экономического интереса нет. Но в самом деле, если глубже вникать в этот вопрос, то система построения тарифов за вывоз мусора построена так, что чем больше будет собрано вторичного сырья, например, в городе, районе, чем больше будет выручка от этого вторичного сырья, тем меньше будет себестоимость вывоза мусора, и захоронения, которую мы с вами оплачиваем. То есть эта себестоимость уменьшается на ту выручку, которую получают организации ЖКХ от собранного вторичного сырья. То есть опосредованно, чем больше мы собираем с вами ВМРов через раздельный сбор, тем ниже для нас по факту оказывается тариф на обращение с отходами. А если, например, вот этот тариф поднять очень серьезно, чтобы люди понимали, что вот тот контейнер, где все перемешано, да, вот придется заплатить больше, а те контейнеры, где для раздельного сбора, наоборот, повлияет на то, что тариф уменьшается, вот таким образом регулировать. Да, да, практика такая во многих странах есть, и Германию обычно приводят, в пример, с очень высокими тарифами на сбор смешанного мусора и бесплатным вывозом раздельно собранного. Это, конечно, дело, наверное, будущего. Какая-то дифференциация такого тарифа в Беларуси, возможно, может быть, в ближайшее время. Вы знаете, вот звонила слушательница, и просто вот с обидой такой, что сортировала мусор постоянно, да, а потом своими глазами увидела, как приехали этот мусор забирать, и в одну машину свалили и контейнер со смешанным мусором, и контейнер с раздельным мусором. Я хочу сказать, что у нас, конечно, в стране, спасибо людям за активную жизненную позицию. Вот у оператора есть такая площадка Цель-99, общественное движение там и в соцсетях, и в интернете работает, и мы тоже получаем много вопросов, много замечаний по тому, как организована система сбора отходов. Конечно, то, что контейнер со отдельно собранными отходами сбрасывается вместе со смешанным мусором, это, ну, мягко говоря, неправильно. За такое надо наказывать. Да, мы напомним наш телефон и наш смс-сервис еще раз, потому что времени все меньше, а Анатолий Шагун, представитель оператора вторичных материальных ресурсов, готов отвечать на вопросы. 284-87-53, 284-87-53 номер, на который мы ждем вопросы, 10-62 наш смс-сервис. И, Анатолий Васильевич, вот много вопросов по раздельному сбору мусора, некоторые только слышат про него, да, даже в Минске есть районы, где еще нет вот этих отдельных контейнеров по сбору мусора. Спрашивают, когда появятся? Ну, здесь могу что сказать. Конечно, разрабатывая национальную стратегию обращения с отходами и ВМРами, проводилась оценка достаточности сегодня существующей системы. И пришли к выводу, что минимум в два раза надо увеличивать количество контейнеров для раздельного сбора отходов. И это, наверное, правильная оценка, потому что действительно где-то не хватает контейнеров для раздельного сбора вообще, где-то для отдельных видов, например, для стекла или для пластмасс. Процесс этот сегодня находится в стадии развития. И мы надеемся, что в ближайшие несколько лет парк контейнеров значительно увеличится. Хочу сказать, что даже вот за последние, с 2013 года, как существует оператор вторичных материальных ресурсов, более 40 тысяч контейнеров для раздельного сбора было, ну, сказать, профинансировано их приобретение организациями именно за счет средств. А вот вопрос еще из Бреста, да, что установлен только контейнер по сбору для пластиковых бутылок. На вопрос, почему для остального мусора не установлены такие контейнеры, сказали, что нет места, да. Вот это вот проблема места во дворах, когда нужно много контейнеров ставить. Да, проблема имеется. И никуда от нее не денешься, потому что это те решения планировочные, которые принимались 30-40 лет назад, они не учитывали, что будет раздельный сбор. Поэтому я вот хочу немножко радиослушателям пояснить, что можно раздельный, можно вот эти ВМРы собирать и в один контейнер. Почему? Потому что все отходы, которые собираются раздельно, все равно потом подлежат сортировке. Сегодня там десятки видов пластмасс. Из этих отходов надо каждый вид отдельно выделить и постараться отобрать, для того, чтобы можно было его потом использовать. Анатолий Васильевич, я вот видел, сам стоял какое-то время возле магазина контейнер, очень красивый такой, по сбору макулатуры. Вот он постоял, потом исчез. То ли на гастроли на другую улицу уехал, рекламирует такую форму сбора, либо, может, его просто убрали, потому что люди им не пользовались. Ну, вот, относительно, например, контейнеров таких, действительно, для макулатуры, вместительных и красивых, которые возле торговых центров установлены. Это организация белорусская Белгипс их установила, она собирает самостоятельно макулатуру, эта макулатура используется в их производственном процессе, для них это важно. Вот я думаю, что в данном случае просто они определили, нашли более подходящее место. Навряд ли они отказались от этой системы, потому что она у них нормально функционирует. А вот по самим контейнерам тоже вопросы. Допустим, по пластиковой бутылке в этот контейнер можно забросить только маленькие, да, а вот те, которые уже там на 5 литров, они в такие контейнеры не входят. Вы спрашиваете, что делать, как это решать? Ну, если есть какие-то технические недоработки в конструкциях, конечно, они будут устраняться, это точно. Что касается крупных пластиковых бутылок, ну, стандартно ее можно сплющить, тогда она входит в контейнер, в отверстие. По крайней мере, так рассчитано. Но технику можно править. Если где-то ошиблись, это нет проблемы, можно исправить. СМС вопрос. Какой процент у нас промышленных отходов перерабатывается в Беларуси, интересуется? Значит, ну, я могу сказать следующее, что у нас, конечно, основу отходов производства составляют крупнотоннажные отходы. Это в основном галитовые отходы от производства калийных удобрений в Солигорске и отходы от фосфогипса от производства тоже минеральных удобрений в Гомеле. У них, к сожалению, невысокий уровень переработки, очень невысокий. Все остальные отходы промышленности, они сегодня перерабатываются и используются более чем на 80%. Это достаточно высокая цифра для страны. И в данном так сказать, сегменте, можно сказать, ну, а процент использования получается выше, чем коммунальных отходов. Еще один вопрос по поводу, почему нету отдельного сбора жестяных банок? И нужен ли он вообще тогда? Ну, вопрос касается чего, велик ли рынок использования жеститары? Велик? Нет, сегодня он небольшой, поэтому жестяную банку можно выбросить вместе с пластиком, пластик обязательно сортируется по многу видов и банка не пропадет, не волнуйтесь. Вот еще просят вас обратить внимание на целлофановые пакетики, изучая мировой опыт, говорят, что многие страны уже запретили пользоваться. Спрашивают ваше мнение по этому поводу. Да, конечно, с точки зрения охраны окружающей среды было бы хорошо не использовать пластиковые пакеты, но все мы с вами люди, мы понимаем, что далеко не всю, во-первых, продукцию можно расфасовать, например, в бумажный пакет, то есть отказаться от пластика, пока ничего другого не придумали. Но сокращать объемы использования этого пластика, конечно, нужно. Ну, это здесь и наши с вами тоже позиции, то есть приходя в магазин, мы уж можем не брать пять пластиковых пакетов, если нам достаточно одного. Ну, это понятно, призыв понятен, но не все на него, к сожалению, откликаются. Да, ну, это, наверное, это дело будущего. Будут рассмотрены вопросы, в том числе в рамках национальной стратегии предотвращения образования отходов. Это, в пластиковых пакетах, это оттуда. Спрашивают нас, в Микошевичах нет контейнеров для сбора макулатуры. Вообще, как на это повлиять и кому обращаться, кто такое решение принимает? Вопрос сбора отходов, он вообще находится, конечно, в компетенции жилищно-коммунального хозяйства и местных исполнительных органов. То есть, первое, конечно, куда обратиться, это в свое родное ЖКХ города, района, ну, или в местный исполком. И сказать, что вы отстаете от жизни. Да, в том числе. А еще про автомобили, вот, огромная такая широкая тема. Про автомобили, вот у меня несколько... Да, пожалуйста, Оля. Да, у меня несколько вопросов, не знаю, те автомобили или не те, но меня спрашивают, что часто вывоз мусора невозможен из-за автомобилей, они все заграждают, и не то, что, допустим, к мусорке невозможно подойти, невозможно из подъезда выйти. Проблема есть. Проблема есть, и связана она как с планировкой старой застройки, которая не рассчитана была на такое количество автомобилей, ну, и так с поведением конкретного человека, который почему-то считает, что надо заехать прямо чуть ли не в подъезд. Проблема есть, не только в Белоруссии, она и в других странах мира имеет место быть, поэтому здесь, ну, как, в основном идет вопрос какой? Людей стараются воспитывать, чтобы они не мешали другим жить, да, то есть, имея автомобиль, постарайся припарковать его так, чтобы он не создавал препятствий ни мусоровозу, ни скорой помощи. Еще у вас спрашивают, а вот пакеты от молока, тонкие целлофаны, вот эти фасовочные пакетики, их куда вообще надо? В контейнер с пластиком выбрасывать? Или же... Пакеты от молока, это полиэтиленовые пакеты, да, они идут в переработку как пластик. А вот еще такой же вопрос, аналогичный, баночки из-под йогурта, это тоже в пластик? Баночки из-под йогурта можно выбросить в пластик, они, конечно, бывают из различных материалов, есть и неперерабатываемые, это вот тоже тема, поднятая в национальной стратегии с тем, чтобы сократить количество тары, которая не перерабатывается технологически, то есть, чтобы использовать только то, что можно переработать. Сегодня у нас в этом пока пробел. Вот про автомобили, все-таки про утилизацию бывших автомобилей хотел спросить. Ну, в принципе, в Беларуси построена система утилизации так называемого автохлама, да, когда есть вполне конкретные процедуры, как это делается, как автомобили с мест парковки либо с дворов, улиц убираются, если владельцы не принимают мер к тому, чтобы самостоятельно это сделать. В будущем у нас может быть серьезная проблема, если люди начнут покупать новые автомобили, отказываться от старых. Ну, я думаю, что данная система работает, в общем-то, неплохо. Там, конечно, бюрократический механизм, но надо понимать, что это чья-то собственность, здесь надо все соблюдать строго. И еще вопрос, несанкционированные свалки, мусороотходов, особенно в дачных поселках, которые появляются время от времени, почему они появляются? Людям просто, наверное, некуда выбрасывать мусор. Несанкционированные свалки, проблема эта, конечно, она имеет место быть, в том числе и в дачных поселках. В чем причина? Причина в том, что нужно руководству, товарищества правильно построить работу. Если люди выбрасывают мусор в лес, это значит, что им действительно, наверное, некуда выбросить у себя. Несвоевременно вывозятся контейнеры, может установлено недостаточное количество. Здесь надо, ну, это нормальная жизнь, это правило общежития. Надо работать с теми, кто вокруг тебя, с товариществом, со своим, с тем, чтобы нормализовать ситуацию. Антоний Васильевич, интересуются наши слушатели, уже окончательно решена судьба мусоропроводов? Их уже не будет? С точки зрения строительства, дополнительных затрат и дополнительных затрат по эксплуатации, конечно, мусоропровод не лучшее решение. Поэтому, скажем так, принято решение от них отказаться. Везде ли это возможно? Тут такой вопрос. Конечно, не везде, сегодня во дворах можно поставить достаточное количество контейнеров. Есть и другие проблемы, которые связаны с этой темой, но стратегическое направление, конечно, уйти от мусоропроводов, не пользоваться ими. Это как сократит затраты на эксплуатацию жилья, в том числе и плату за жилье, вот так, и сократит, улучшит ситуацию и санитарную, и с вторичными материальными ресурсами, потому что исследования показывают, что там, где есть мусоропровод, там люди собирают меньше вторичного сырья. А вот еще, Анатолий Васильевич, вы призывали не использовать большое количество пакетов, пластиковых, целлофановых. А что делать, спрашивают слушатели, если вот всем известный торговый центр, там каждый банан упаковывают в отдельный пакет, уже фасуют в самом магазине. Да, здесь, конечно, со стороны государства нужны меры регулирования. Я согласен со слушателями, которые это замечают. Чрезмерное употребление упаковки, оно, но это неправильно. Это неправильно, и во всех странах мира, конечно, эта проблема решается не только путем экономического стимулирования, то есть увеличения каких-то налогов на пластиковые пакеты и так далее, но и даже административными мерами. Ну вот, наши слушатели предлагают, что, допустим, кто-то из этих пластиковых пакетов в коврике вяжет, а кто-то вот еще предложил, говорили мы про бордюрную плитку, да, делать, допустим, из вторичных отходов заборы маленькие, да, такие. А как раз там материалы, получается, прочнее, чем бетон. И почему этим еще никто не занимается? Нет, занимается, но не так, чтобы на слуху и все об этом знали. Допустим, а вот в Германии есть целая модная индустрия, построенная на использовании вторичных ресурсов. Очень даже такие вещи хорошие получаются. Да, наверное. Наверное, есть еще большие резервы и в переработке вторичного сырья в Беларуси, и в сборе этого сырья. Но хочу отметить, что сама страна, эта стратегия, которая у нас принята, она нацелена на то, чтобы сократить объемы отходов, сократить захоронение отходов, использовать их как можно больше для, ну, вернуть это в оборот, в экономику. Это мировая тенденция. Завершено наше время ушло, и благодарят слушателей за то, что мы обсуждаем эту непростую проблему и призывают, да уж, и мусоропроводом не пользоваться, лучше вечером прогуляться, по улице вынести мусор, это тоже, как бы, и для здоровья. Актуальный микрофон завершен, и у нашей студии был представник оператора другостных материальных ресурсов Анатолий Шагун, вели программу Воля Хасимашко и Дмитрий Рубашный. Актуальный микрофон